Бабушка, это же я, Балди! Правда? Да, действительно, я узнаю голос своего внука. Но почему ты лысый? Как лысый? Ах, да я же лысый как колено, как шарик, или даже как дельфин, как лысый бубен. Я лысый как попка младенца! Учитель Балди, скажите, пожалуйста, а почему вы лысый? Сама ты лысая! Почему вы так реагируете? Я просто поинтересовалась. Прости, просто это больная тема для меня. Ладно, давайте тогда не будем об этом. Кстати, урок окончен, можете идти домой. Ура! Нужно поторопиться, я сегодня еще в игру хочу поиграть. Не торопись, успеешь. Ты не понимаешь, у нас сегодня в игре весь клан встречается. Будем атаковать другой клан. Постой, ты забыл о тетради. Это все от спешки. Так, я вынужден задержать вас ненадолго, чтобы рассказать вам одну историю из своего детства. Но вы не имеете права, уроки закончились, у меня игра. Это в твоих же интересах. Слушайте, однажды родители меня оставили у бабушки на каникулы. Ну почему я не могу поехать в Египет с вами? Балди, ты не понимаешь. Это ужасно скучное занятие лежать на пляже под солнцем. День за днем, день за днем. Но у бабушки мне еще скучнее. Тут совсем нечем разлиться. Я согласен скучать с вами на пляже. Возьмите меня с собой. Мы с мамой ожидали такой реакции. И поэтому приготовили для тебя сюрприз. Вот эта игровая приставка скрасит твои каникулы. Ура! Но не забывай также читать книги. Играй всего пару часов в день. Договорились? Ага. Балди, ты уже целый день играешь в игры. Уже вечер, а ты еще даже не гулял. Ну я еще немного поиграю и пойду. Балди, сколько можно тебя звать? Уже вечер, а ты еще не обедал. Сейчас еще этот уровень пройду и иду. То же самое ты говорил вчера, но так и не поужинал. Приду, приду. Не переживай. Опять играешь в свою приставку. Я не видела, чтобы ты за целый день хотя бы книгу в руки взял. Я доиграю и почитаю. Балди, ты опять играешь? Не переживай, бабуль. Я уже ложусь спать. Так и быть. Значит, ты еще и не ложился. Но ведь утро уже наступило. Да? А я и не заметил. Мое терпение заканчивается, Балди. Ты целую неделю практически не выходишь из своей комнаты. И только играешься в приставку. Не гуляешь, не кушаешь нормально, не читаешь книги, мало спишь. По-моему, ты деградируешь. Бабушка, ты просто старенькая и не понимаешь, что игры развивают. Вот, посмотри. Чтобы выйти из этого лабиринта, мне приходится напрягать свои мозги. А по-моему, ты все придумываешь. Ну не зря же мама с папой оставили мне приставку на каникулы. Они просто хотят, чтобы я стал более умным. А пожилые люди, такие как ты, не разбираются в этом. Ну ничего, я на тебя не в обиде. А почему в комнате так воняет? Ты мылся сегодня? Сегодня нет. Бабушка, я сейчас не могу с тобой разговаривать. У меня тут напряженный момент. А вчера мылся? Нет. Бабушка, ну пожалуйста, не отвлекай. Меня сейчас убьют. Ты вообще за эту неделю мылся хоть раз? Нет. Давай потом об этом поговорим. Ах так? Пока не вымоешься в игру, играть запрещаю. Еще не хватало мне, чтобы у тебя вши завелись. Ну бабушка, живо в ванную. Ладно. Помойся по-быстрому и еще успею сегодня пройти 137 уровень. Какой я все-таки быстрый, когда хочу играть. Каким энергичным я становлюсь. Так, где тут у бабушки шампунь для волос? Думаю, за пару минут управлюсь. Балди, ты помылся? Да, бабуль. Что с ней? Почему она убежала? А ну признавайся, незнакомец, как ты сюда залез? Бабушка, это же я, Балди. Правда? Да, действительно, я узнаю голос своего внука. Но почему ты лысый? Как лысый? Ах, да я же лысый, как колено. Как шарик. Или даже как дельфин. Как лысый бубен. Я лысый, как попка младенца. Это все твоя приставка. Я так и знала, что эти игры твои до добра не доведут. Ты думаешь, я стал таким умным из-за игр, что мозги и все волосы вытеснили из головы? Нет. Я думаю, что это вредное излучение так на тебя подействовало. Сейчас же собирайся, мы едем к доктору. Приставку я забираю. Больше ты никогда не будешь в нее играть. Доигрался. Значит, я тоже стану лысой, как и вы? Это не обязательно. Я ведь облысел не из-за игр. Но ведь вы сами сказали, что получили облучение от приставки. Так думала моя бабушка. Но когда врачи проверили меня, то выяснилось, что я совершенно здоров. Значит, все-таки мне можно играть? Можно. Но должен предупредить тебя, что умнее от этого ты не будешь становиться. Скорее наоборот. Но все же, почему вы стали лысым? Позже выяснилось, что когда я спешил быстро помыться, чтобы скорее вернуться к игре, я перепутал шампунь с бабушкиным лосьоном для удаления волос. Это все твоя спешка виновата, Балди. Да, конечно, я виноват. Но скажи мне, пожалуйста, зачем тебе средства для удаления волос ног? Ты же старенькая бабушка. В любом возрасте хочется быть красивой, Балди. Теперь ты понимаешь, почему я тебя задержал. Не нужно все делать в спешке. Сейчас ты забыл о своей тетрадке. А подумай, что может произойти, если ты спеша поиграть, невнимательно будешь переходить дорогу. И не замечешь пчащийся на тебя автомобиль. По сравнению с этим, мое облысение покажется не таким уж и тяжелым наказанием. Я вас поняла, мистер Балди. Спасибо вам за совет. Впредь я буду очень внимательна. До свидания. О тетради-то забыла. Автор идеи этого мультфильма Карл Саган. Ого! Да тут целый продуктовый склад. И как раз все то, что бабушка не разрешает мне есть. Она тебя получает, а сама ест все, что захочет. Смотри. Тут даже компьютер есть. Он, кстати, включен. Твоя бабушка Ютуб смотрит. Канал Хи-Хи-Ха-Ха. Вот видео. Хи-Хи-Ха-Хи-Ха-Ха. Ха-Ха-Ха-Ха. Хи-Хи-Ха-Хи-Ха-Ха. Хи-Хи-Хи-Хи. Хи-Хи-Хи-Хи. Что за тупость? Да ты погоди. Наверное, сейчас какая-то шутка будет. Хи-Хи-Хи. Хи-Хи-Ха-Ха. Хо-Хо-Хо-Хо. Хи-Хи-Ха-Ха-Хи-Ха. Хо-Хо-Хо. Хо-Хо-Хо-Хо-Хо. Я же говорил тупость. И это смотрит твоя бабушка. Причем один и тот же ролик каждый день. А мне главное запрещает. Что тут происходит? Всем привет. Сейчас я прочитаю 10 случайно подобранных приветов. Но перед тем, как это сделать, я хотел бы объявить конкурс на лучший сценарий. Напишите в комментариях очень кратко, захватывающий и логичный сюжет к мультфильму. Вот внизу образец. Автора лучшего синопсиса, на мой взгляд, я укажу в титрах кролику. Ну а теперь перейдем к приветам. Поехали. Почемучка, привет. Попробуй не сделать, привет. Лав Фламинго, привет. Принцесс Луна, принцесс Луна, привет. Юлечка Решетила, привет. Ксюша Евстигнеева, привет. Маргаритка Лозинская, привет. Мистер Фрейзи, привет. Фомина Вика, привет. Юлия Хиярова, привет. Ну и конечно же подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, жмите колокольчики, чтобы не пропускать новые серии или один колокольчик жмите. Также пишите в комментариях свои приветы, делитесь с друзьями в соцсетях. Ну и на этом в принципе у нас все сегодня. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok